Посадка тыквы рассады в открытый грунт. Во все времена тыква пользовалась большой популярностью у народов по всему миру, хотя родом это оранжевая красавица из Северной Америки. Ее использовали не только для приготовления пищи, но и для различных других нужд. Из нее и делали различные предметы быта, посуду, мочалки, музыкальные инструменты и головные уборы. Индейцы делали из больших тыкв ванночки для купания младенцев, а жители Древних Рима и Греции вырезали из продолговатых плодов сосуды для вина или воды. На территорию Руси тыква попала в XVI веке и быстро стала одной из любимых огородных культур благодаря своим свойствам. Блюда из тыквы часто становятся центром стола, ведь она обладает отличными вкусовыми и кулинарными свойствами. Наиболее полезное, конечно же, это, которое выращено на собственном домашнем огороде. Однако, чтобы урожай получился хорошим, придется приложить силы и терпение. В этой статье расскажем, как правильно сажать тыкву в открытый грунт рассадой. Как высаживать рассаду в Подмосковье Посадка тыквы рассадой в открытый грунт – процесс трудоемкий, но эффективный. Для начала нужно определиться с сортом тыквы. Выбирая семена для рассады, не нужно рассматривать картинки с упаковки. Большие и гладкие на вид плоды не обязательно являются сладкими и лучшими, чем другие. Следует понимать, что вряд ли получится использовать весь продукт полностью за один раз. Возникнет проблема, где и как хранить остатки тыквы. Маленькие сорта, напротив, выращивать лучше, они хорошо хранятся и, как правило, более сладкие. Рассада тыквы созревает тыква достаточно долго. В средней полосе России, которая относится к Подмосковье, полный период созревания тыквы занимает около 130 дней. И это при том, что теплых дней в этом регионе меньше. Потому оптимальными временем для посадки семян на рассаду этого овоща является конец апреля, а лучше даже начало мая. Примерно через 20-25 дней проросшие ростки можно будет высадить в грунт. Важно! Бахчевые растения, к которым относится и тыква, очень сложно переносят пересадку. Потому емкость для проращивания семян должна быть такой, чтобы рассада извлекалась вместе с землей, не повреждая корневую систему. Чтобы вырастить хорошую рассаду, необходимо использовать посуду по просторнии, горшечке или стаканчике. В них насыпают удобренную землю, сажают семена по одну-две штучки и хорошо поливают. Нельзя забывать о регулярном поливе и солнечном свете. Если все сделано правильно, то примерно через 25 дней, как только у ростков отрастет по несколько настоящих листочков, рассаду можно высаживать в грунт. Чтобы адаптировать рассаду перед пересадкой, рекомендуется вынести ее на свежий воздух или понизить температуру за несколько дней накануне. Это позволит растению стать более выносливым и крепким. Также перед днем планируемые посадки важно, чтобы прогрелись и воздух, и почва, иначе может наблюдаться задержка роста. Дополнительная информация, если уже настало время высаживать рассаду, а земля еще недостаточно прогрета, ускорить этот процесс можно с помощью пленки. Для этого участки, где будут будущие лунки, накрывают плотной прозрачной пленкой и оставляют на один-два дня. Интересен еще один факт, лучше высаживать рассаду ближе к вечеру. Замечено, что в этом случае тыквенные ростки лучше приспосабливаются к жизни в саду. Грунт на выбранных грядках должен хорошо пропускать воздух и влагу, и быть достаточно рыхлым. Чтобы подготовить землю к выращиванию тыквы, участок нужно хорошенько перекопать, высыпать туда перегной или древесную золу и еще раз перекопать, чтобы все перемешалось. Полезно будет удобрить и сами саженцы перед высадкой, тогда растению будет проще привыкнуть к новым условиям. Саженцы тыквы как высаживать рассаду Важно знать, как правильно посадить рассаду. Готовность растения определяют по внешнему виду. Готовая на посадку рассада обычно имеет несколько хорошо созревших темно-зеленых листочков и крепкий стебель с междоузлями. Корневая система занимает весь объем горшочка или стаканчика, в котором будущую тыкву проращивали. Саженцы помещают в землю вместе с грунтом на стандартную глубину до семидольных листьев. На первое время растения можно чем-то притянить, чтобы окончательно адаптировать их. Также обязательно нужно полить саженец после помещения его в землю и присыпать место у стебля сухой землей. Так грунт лучше схватится с тем, в котором тыква прорастала поможет крепче держаться в земле. Очень важно, чтобы во время проращивания рассада не вытягивалась. Если это все же произошло, то через 8-9 дней после того, как семена взошли, необходимо свернуть под семидольное колено. Кольцом выложить на почву и прикрыть сверху горстью земли до семидольных листьев. После этого рассаду выращивают дальше в тех же условиях. Важно, если побеги сильно вытянулись, то под семидольное колено нужно свернуть кольцом и присыпать почвой. Бывает, что листья у рассады начинают желтеть. Это еще одна очень частая проблема огородников. Однако не стоит сразу думать, что ваша рассада больна и тем более выбрасывать ее. Стоит изучить вопрос и разобраться, почему все-таки желтеют листья у рассады тыквы. В некоторых случаях такие симптомы свидетельствуют о том, что юное растение получает неправильный уход или ему не хватает полезных веществ. Возможно, рассада замерзла или произошел резкий перепад температуры. Можно попробовать немного увеличить температуру и перенести рассаду в более освещенное место. После этого необходимо проверить, как станут выглядеть листочки через пару дней. При этом в землю можно добавить немного минеральных удобрений. Посадка тыквы в открытый грунт Если данные мероприятия не помогли, то, скорее всего, рассаду атаковал паразит. Методы борьбы с вредителями для каждого вида разные. Для начала нужно определить, кто именно кушает молодую рассаду, а затем выработать стратегию борьбы. Как правило, когда лечение и правильный уход начинают вовремя, рассаду удается спасти. В противном случае помочь растению уже вряд ли получится. Где высаживать рассаду? При посадке рассады у начинающих огородников появляется много вопросов. Выбирать тень или солнце, какая должна быть температура для посадки. Каким сделать расстояние между ростками и т? Д. Поскольку тыква овощи очень теплолюбивый, то высаживать ее лучше всего в места, которые будут хорошо освещаться солнцем. Но совершать высадку все же лучше в вечернее время, когда солнце уже ушло. Как вариант можно выбрать пасмурный день. При таком выборе времени рассада адаптируется быстрее. Оптимальное для посадки время – конец весны, когда температура днем около плюс 20 градусов Цельсия, а ночью не опускается ниже плюс 15 градусов. Внимание! Лунки для посадки нужно делать достаточно глубокими, до 10 сантиметров. Ведь у тыквенных достаточно длинный корень. На каком расстоянии сажать тыкву – вопрос волнующих многих дачников. Вообще не секрет, что это растение, любящее простор. На каждый куст должно быть не меньше полутора квадратных метров. Расстояние между саженцами будет зависеть от вида растения. Для рассады кустовых культур тыквы нужно расстояние 55 сантиметров. Для слабоплетистых сортов – 85 сантиметров, а для сельноплетистых – от 100 сантиметров. Особенности посадки тыквы в Сибири В Сибири ввиду нестабильной погоды высаживать тыкву рекомендуется только рассадным способом – сначала проращивая семена в торфаных горшочках. Сорта нужно выбрать ранеспелые, так как в отличие от мускатных они созревают быстрее и требуют гораздо меньше тепла. Проявившиеся ростки обязательно нужно поливать теплой водой и оберегать от сквозняков, чтобы будущая тыковка не перемерзла. Обработка тыквы в открытом грунте Высаживать рассаду в грунт в Сибири рекомендуется в первые недели июня. После высадки также необходимо полить теплой водой и не затенять, так как в Сибири в это время года прохладнее, чем в Московской области. Нельзя забывать про подкормку. Лучше всего подойдут натуральные компостные или природные удобрения – коровий навоз, куриный помет, древесная зола. Первую подкормку нужно делать, когда у ростков появятся первые листочки. Далее удобряют уже после пересадки в грунт. Самым оптимальным будет удобрение каждые две недели. Тогда плоды гарантированно вырастут крупными и с отменным вкусом. Дополнительная информация – в регионах Сибири и Урала лучше всего проращивать рассаду из семян прошлогоднего урожая. Таким образом, стойкость рассады будет гарантирована, ведь она будет обладать качествами материнского растения. Советы опытных огородников Для того, чтобы урожай был богатым и качественным, следует ознакомиться с советами опытных огородников – не использовать крупные семена. Из таких семян выходит лишь мощная ботва, а вот сам урожай слабые плоды зачастую небольших размеров. Лучше брать хоть и мелкие, но более тяжелые семечки. Расстояние между саженцами должно быть достаточным для будущего куста. При выборе сорта семян обязательно учитывайте их требования к расстоянию между кустами и площадь своего участка. При недоставке простора лучше посадить кустовые культуры. Глубина высадки Огородникам, проживающим на юге или в средней полосе, следует высаживать рассаду поглубже. А вот если на севере не глубоко, место высадки, не стоит высаживать тыкву в саду. Это очень большая ошибка многих дачников. Дело в том, что растущие в саду деревья не помешают тыкве, а вот она им – да. Дело в том, что тыкву нужно поливать значительно чаще, чем деревья, которым не требуется много влаги. И если выдается жаркая погода, то частый полив тыквы навредит деревьям. Совет о том, как правильно удобрять будущие грядки. Чтобы плоды были сладкими, с рыхлой мякотью и хранились как можно дольше, нельзя высаживать рассаду прямиком в навозные или компостные кучки. Лучше всего сажать просто предварительно удобренную такими добавками землю. Тогда тыквенные плоды получатся особенно сладкими, крупными, блестящими и будут хорошо храниться на протяжении года. Еще рекомендация по выбору места. Нельзя ежегодно высаживать тыкву на одном и том же месте. Или после других бахчевых культур. Участку нужно дать 3-4 года отдыха, прежде чем снова высаживать там тыквы, кабачковые, огурцы или арбузы. Лучше всего сажать тыкву после бобовых. Тогда урожай будет особенно удачным. Правильное соседство. Не стоит высаживать поблизости с тыквой бахчу, иначе, если какие-то из растений заболеют, погибнет урожай всех культур. Правильный полив. Хотя тыква действительно не особо прихотливый овощ, поливать ее все же следует. Однако не нужно делать это слишком часто. Благодаря большой корневой системе тыква способна втягивать влагу из глубины почвы. Лучше поливать ее редко, но очень обильно, чтобы потом она длительное время подпитывалась влагой. Тыква и сорняки. Пока растение маленькое его нужно регулярно пропалывать, чтобы сорняки не тянули на себя полезные вещества из почвы. Когда растение вырастет, о сорняках волноваться не придется. Напротив, они лишь способствуют лучшему росту, так как своими ростками тыква цепляется за них, благодаря чему лучше противостоит большим порывам ветра. Воспользовавшись советами опытных огородников, приняв во внимание их ошибки и информацию из данной статьи, начинающие дачники смогут гарантированно вырастить отменный урожай тыквы, даже если никогда ранее не занимались огородами. Благодаря тому, что тыква совершенно не капризное растение, получить достаточный урожай можно в любом регионе. Правильный выбор сорта, своевременная высадка и должный уход – вот три составляющих успеха. Главное, чтобы потом было где хранить плоды этого вкусного витаминного овоща.